всем привет с вами юля сегодня 29 июня среда решила сделать включение пока мое видео загружается вот сколько снимаю видео каждый раз с техникой с программами что-то да происходит не знаю почему так получается вот этот раз вроде бы видео снимала в обычном режиме последнее время на телефон потому что проще взял и раз быстренько снял не нужно камеру устанавливать свет и настраиваться вот и вроде бы телефон снимает в обычном формате а в этот раз он снял в каком-то узком формате я когда монтировала ну как бы видео что немножечко по-другому идет экран но думала что при когда будет видео уже рендится но его вытянет так часто бывают какие-то может быть кусочки вытягивать подтягивает к общему формату в этот раз так не получилось пришлось его зайти и немножечко переделать заново смонтировать и снова загружать youtube сейчас так сильно проверяет видео видно что-то там не знаю еще точно только проверяется загружается поэтому такая история у меня с видео с монтажом вот ну а тем не менее я вышивала эти дни мне были по свободнее и я решила опять же вспомнить о моих процессах прошлом году у меня было лето стартов это были для это продвижение хочется немножко именно повышивать те процессы которые начаты просто вот лежали ну хоть чуть-чуть им дать на крестиков ну и опять же показываю вам обложку набора фирмы анкор майян востоковедение вот такая красота должна получиться аиду заменила на мурана напоминаю да здесь у нас 16 каунт шел я ее заменила ниточки вот также мне она уже видите они уже в работе и потихоньку косичка такая становится немножко лохматенькая потому что вытаскиваю нитки туда-сюда вот и на этой неделе у меня случился ужас рукодельницы вышивальщицы я не могла найти схему искала искала обычно все схемы я у меня есть здесь такая коробка на рабочем столе органайзеры я туда все схемы складываю вот текущих процессов чтобы не потеряется не выпали не то чтобы как бы они были под рукой а здесь нет и я рукодельный уголок благо перебрала перемыла все папки по открывала думаю да что ж такое схема редко и не найдешь вот и уже все думаю но все пропали нет схемы где буду искать очень редкая ни у кого такой нет и нашла нашла она в общем и вышивала я сколько я здесь пару вечерков но не полных пару вечерков по чуть-чуть делала подходы потому что как я и говорила работа достаточно сложно очень очень кропотливая и вот когда сидишь долго и вот эти вот одиночки три четвертые там что-то вышиваешь ковыряешься ковыряешься вроде бы как бы продвижение особо не видно меня это у меня это очень сильно утомляет мне хочется вот повышевала и чтобы видно было хоть какой-то кусочек ну вот хоть хоть вот так вот чтобы видно было что ты вышел вот но здесь я конечно хорошо потрудилась я вышила бэкстич на вот этой полке чуть-чуть захватила скатерть начала вышивать немножко добавила крестика будут вазе пропуски заполняю видите все так дробно все так очень много этих четверти иначе все такое вот такое вот сложное ну хорошо что я все таки потихоньку преодолеваю я прям рада что я преодолела вот этот бык сечи вот эти вот эту резку для меня конечно по схеме это было что-то чем-то я думала что не справлюсь но конечно еще не до конца видите вот эти вкрапления вот эти полукрестики здесь еще будут вышиваться полукрестики два цвета не вышито потому что тоже всего такого дробненько и знаете закрепляться по два по три стежка делать не то удовольствие еще и бэкстич будет но зато уже даже так уже смотрится красиво приятно конечно на равномерки вышивать вот вазе очень интересные цвета яркие сочные ну достаточно работа интересно мы конечно ее нужно брать по чуть-чуть вот по чуть-чуть и уберу сейчас сделаю какие-то продвижения и потом переключается на другой процесс я думаю это самое самое она следующий процесс который тоже вечерок повышевала вот так по чуть-чуть немножко я прогнала мои процессы этому основной панна земля но я по нему отчиталась поэтому немножко отдыхаюсь может быть сегодня либо завтра опять возьму в работу и буду очень активно трудиться потому что нужно нужно делать финиш ну и здесь что у меня произошло я дошила гору я вам показывала не было у меня здесь горы города шила бэкстич сделала ну тут есть припаркованные нитки здесь что-то повышевала тоже ну и вот здесь зеленую здесь дуку вот эту по поляна будет что это тоже повышевала ну в общем такое скажем какой-то этап у меня выполнен тут и бэкстич и в общем то какой-то какая-то часть работы выше то теперь буду переставлять вправо как и говорила ну и наверное хочу себе запланировать на эту неделю наверное вышить вот как то так я не знаю сколько здесь будет по кресикам уж тысячи две но хотелось бы вышить этот участок потом буду переставлять пойду сюда ну и вот так вот буду периодически переставлять и основу и идти то влево то вправо чтобы круг мой так сказать рос и росла работа круто будет если не удастся поскорее завершить вот такие у меня здесь новости с этой работой и идем дальше также один вечерок достался кастом крафт в моем дворике приросло здесь около 500 крестиков небольшой такой участок но тоже есть какое-то продвижение вообще нужно не вышить его вот тошить вот этот участок ну это не на этой неделе скорее всего на следующий буду потихоньку тоже брать может быть посмотрю найду схему в xsd в не паттер мейкера в кроссе саги да может быть сама сделано мне отсканировано нужно сидеть разбираться конечно нет ничего сложного ну посмотрим пока вышивая конечно по бумажке потихонечку продвигаюсь много одиночек вот здесь был только участок черным цветом нужно было заполнять а так все одиночки одиночки ну как они не совсем одиночки она здесь крестик вот там крестик вот так вот как нужно пробираться поэтому на конечно тоже кропотливая работа но когда отшивается полностью заполняется какой-то часто конечно любо-дорого посмотреть глазу ярко красиво и хочется продолжать я сейчас на первом этапе на самом скажем маленько потому что здесь по моему 9 листов схемы сейчас открою раскладку до 9 листов по три листа в ряду и это у меня самый маленький ряд но чуть чуть меньше полного листа вот вот здесь вот я иду ползу а потом будут полноценные листы по 3 ну вот серединка мне кажется тоже будет очень такая насыщенная фон всегда вышивается полегче ну и вот здесь шишках тоже не из легких схема много одиночек но посмотрим вот мне бы преодолеть этот участок а там глядишь уже как-то и повеселее пойдет ну как и сказала в начале видео летом буду просто продвигать без каких-либо особых планов менять процессы хочется немножко себя как-то развлечь вот потому что я как немножко устала все я старалась быть хорошей рукодельница вышивать и работы вести к завершению но оказалось не помогает все равно начинается работа поэтому нужно вот так брать и хотя бы рейн включать в рандом их вышивать и понемножку чтобы не заскучать вот здесь немножко я повышевала так и вчера также я вернулась в моей миробилии md24 рождественское украшение так здесь крупный каунт и мне после анкор майя хотелось немножко переключиться на что-то более легкое простое и я здесь тоже немножко повышала совсем чуть-чуть потому что времени оставалось после анкор майя маловато но здесь у меня проблема оказалась тоже со схемой она в отсканированном виде здесь есть на границе стыка сжатости и но я когда склеивала видео к не видела конечно что такое происходит можно посчитать но все равно не очень удобно я поискала схемы в паттер мейкер у меня есть хотя бы оттуда можно распечатать ну может быть найду в xsd тоже в саге было бы хорошо но уж такой момент поэтому я вчера вот этот участок серединку мне пришлось обходить оставила здесь чтобы не на ошибаться и вышивала вот с краю вот этот участок не дошила его даже кстати вот если повышевать потом нужно будет сюда переключиться в общем на первые дни в любом случае не есть что здесь вышивать работа будет большая масштабная не нравится очень эта основа она такая интересная ниточки здесь легли основа не по ключу я уже говорила просто на у меня было и так как это дизайн и давно нравился у меня была такая вспышка что нужно вышить эту красавицу именно на этой основе вот ну и теперь ну что начало есть да потихоньку буду вышивать вышлица главное нужно браться и потихоньку продвигать так и еще в одном процессе быстро-быстро это мои фестралы которые я буду вышивать в сп мультивселенные у брутальной вышивальщицы но здесь я не вышивала вчера нет просто у меня вчера пришли нитки ура 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 пришли ниточки и сегодня скорее всего будет у меня не вышивальный день нужно сделать день организации потому что не так на самом деле у меня накопилось очень много я покупала под разные процессы но процессы многие так и не начались так как вот как мои тигры там скатерть вот и а нитки лежат я вот когда заглядываю и хочу сделать какой-то подбор они так не хватает начинаю покупать нужно все организовать коробки ельба венок накупила нитки есть в общем сегодня нужно сесть просто и и пи пи их перемотать вот пришли они я вам показал в каком пакете часто кладут какие-нибудь что-то из украшений вот такие сережки затем я такие уже есть и браслетов у меня полно общем у меня уже вся вся их коллекция все время что-то подкладывать но приятно что уж приятно вот мы хочу показать вам нитки нет это не все нитки под этот процесс я просто чтобы на бесплатную доставку собрать на 20 евро по моему там нужно что-то куда 20 евро я просто по списку из моих не так открыла коробку посмотрела где самые пустые пропуски где больше всего не хватает и заказала нитки кстати кто греции девочки оставлю ссылку на этот магазин там и ткани есть и аида и равномерка луга на разные очень много всего привезли красивого цветного вязание есть но нитки понятно и доставка вот по моему 20 евро сейчас у них бесплатно поэтому кто в греции я вам ссылку дам вы пожалуйста можете зайти пообщаться но там нет интернет-магазина у них только в фейсбуке нужно им либо сообщение писать либо можно позвонить вот у них как бы как бы так но девочки оперативно нормально все там обслуживать если что фотографии делать высылают ну вот так вот у них вот они нитки поэтому часть недостающих я обязательно сейчас вечером перемотаю очень хочется повышевать заполнить вот эти все пропуски что у меня здесь по оставалось я потому что боюсь что я здесь потом потеряюсь вот как раз и выше голову две головы одну голову гарри и полуны вот нитки это 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 конфетки очень классных просто держать в руках даже жалко перематывать но надо 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 сесть и перемотать ниточки очень очень классные ниточки просто просто обалдеть вот девочки это такие мои новости быстро быстро вам все протараторила как обычно на ходу спешу надо бежать на работу все все нужно успеть вот время уходит а потом я забуду что у меня здесь происходило мне увидите нужно и схемы нужно распечатать подобрать организовать ну вот какие-то процессы пошли как анкор без дополнительной какой-то организации что-то нужно будет мне доорганизовать доделать поэтому еще как бы идут организационные моменты ну посмотрим как будет настроение я конечно буду вам показывать что это вышивала что делала но сегодня скорее всего нужно заняться нитками бисером потому что это такая вот такой момент который длится у меня уже несколько месяцев и мне все просто лень открыть и съесть и на все это разобрать и разложить ну благо вот схема в анкоре потерялась я свой рукодельный уголок весь перебрала перемыла и знаете он у меня был настолько забит вот что-то покупать и я просто раз на полку раз на полку раз на полку и все это там просто уже все валилось а это я разобрала перебрала немножко вот как-то перестала какие-то вещи и место появилось вот волшебство да это наше женское волшебство как мы можем хорошо упаковывать все наши какие-то вещи и находить дополнительное пространство создавать по существу дополнительно пространство так что можно еще что-то покупать но буду стараться не покупать вышивать конечно же такие новости на этом все увидимся в следующем включении и так сегодня уже суббота 2 июля наверное буду подводить итоги этой рукодельной недели но во первых хочу показать что по ниткам я на этой неделе действительно очень много времени уделила ниткам я их разбирала перематывала здесь находятся все нитки которые я перемотала на бобинки вот она свершилась кое-какие процессы разобрала тут вот еще нужно будет их убирать хвостики в есть иголки но не так вот достаточно много плюс я еще перемотала все нитки необходимые под процесс с гарри поттером вот они ниточки теперь я буду раскладывать по кейсам чтобы они шли все по порядку все разберу разложу и по крайней мере вот этот этап у меня будет завершён вот есть у меня вот такой пакет здесь я смотрю у меня прям вот целые ниточки бобиночки новенькие и я все думала остатки не остатки пакет не обращать внимание это то от основы фану этикетка вот а вот сами нитки здесь новенькие и думаю разбирать не разбирать потом вспомнила тот процесс тоже собираю под ангела от dimensians если не ошибаюсь нужно будет перепроверить в общем такая история тут у меня вот еще нитки собраны под какой-то процесс и разобрала тоже и нитки которые у меня были от тигров единственное не разбирала те которые навешаны здесь потому что здесь все таки мне прошла такая работа серьезная я все подписала развесила пока рука не подняла чтобы это разобрать но скорее всего придется тоже разбирать и от моей скатерти я тоже еще пока нитки не трогала а вдруг получится тоже или начать не знаю знаете просто танцы собраны движи как набор поэтому мне немножко конечно жалко все это разбирать вот но вот эти нити сейчас я разберу это то что касается по организационным моментам по моим ниткам тоже знаете времени заняло достаточно много видите не так много вот сейчас все буду разбирать раскладывать и покажу вам процессы которым я еще смогла повышевать на этой неделе итак панна земля традиционно мой основной процесс вышивала на этой неделе немного у меня получилось вышить может быть крестиков 500 я здесь до вышивала вот в этом участке видите много хвостиков потому что вышиваю на держатели топекс и неудобно переворачивать на изнанку поэтому паркую вот так а потом уже как-то их либо закрепляю либо зашиваю вот по ходу дела ну вчера повышевала где-то 500 крестиков у меня получилось вышить очень приятные цвета не так пошли вот эти вот рыжие оранжевые разбавляют синий вот этот холодный цвет но зеленый мне нравится но вообще-то работа такая конечно будет тоже достаточно яркой теплая приятно ну и схема здесь достаточно легкая простая вышивается просто интересно вот просто было немного времени но тем не менее я вот немножечко тоже эту работу продвинула планирую сегодня завтра обязательно нужно вышить мне какой-нибудь такую но тысячу хотя бы нужно вышить поэтому буду стараться следующий процесс который я начала вышивать ночью продолжила вышивать так как у меня пришли нитки и перемотала у меня полностью все необходимые материалы есть и вот вы видите вот это вот синее пятно эту кляксу это гарри поттер я вчера тоже чуть-чуть повышевала эту работу вышиваю по саге то сейчас будет бликовать можно как-то это сделать чтобы вам было видно вот видите теперь могу показать сагу у меня здесь всего два процесса которые вышиваются по саге все остальные видите новенькие чистенькие новенькие чистенькие вот это вот они мои фестралы 6,88 процента у меня вышито так откроем вот такая красота едут статистика вот вот вчера вышила 433 крестика видимо где-то около по 400 вышиваются за за раз больше как-то не получается ну начиная уставать от синих цветов а очень по 400 крестиков я думаю нормально вот так потихонечку будет вышиваться работа пусть себе по 400 крестиков в неделю вышивается будет очень даже здорово вот такая вот интересная работа виде газеты она получится ну фон понятно я немножко заменила цвет будет другой вот такое вот существо гарри поттер и полуна конечно слож сложно мог бы пока не очень сложно вышивается но тем не менее синие цвета видите а потом бэкстич как-то будет вышиваться вот эта голова уже вот этого животного так я вам подвину вот голова этого фестрала вот он гарри поттер здесь полуна у меня намечается не вышивая эту работу так как-то странно но у меня расплывается как лякса в разные стороны то там по вышиваю слева справа внизу вверху где вот были пропуски постаралась все зашить ну по крайней мере пропусков больше нет очень соскучилась по линии двадцать седьмому каунту прям так знаете с удовольствием вышиваю на этой основе понимаю что наверно она одна из самых моих любимых морана тоже нравится такая же структура но не поменьше аккаунт меньше и крестики плотнее получается здесь вот то что нужно и я просто с удовольствием вышиваю на этой основе также хочу показать что у меня с иголками помните у меня была полная полная упаковка и потихоньку я вытаскиваю вчера я 3 вытащила еще не хватило иголок вот потихоньку вытаскиваете пачки нужно будет точно еще купить такую упаковку потому что иглы уходят на каждую бобинку на каждый цвет это своя игла там здесь 20 цветов в пани почти 30 еще где-то и вот так вот иглы уходят а я удивляюсь а где мои иглы вот так они разбредаются по процессам по органайзером вот нужно либо иглу больше либо процесс сокращать но процесс у меня не сокращаются они у меня не знаю чудесным образом на начинались поэтому я сейчас на сниму видео о всех моих текущих процессов но которые были в этом году не те которые вообще у меня есть а просто которые повышевались хоть немножко в этом году мы вспомним посмотрим что у меня есть в моих запасах вот вы может быть немножко подзабыли и по все достану покажу вот но с гарри поттером вот такая история чуть-чуть повышевался и это окей для меня вот полторы тысячи крестиков уже сделаны буду вот так вот раз в неделю брать и по чуть-чуть вышивать и еще один процесс у меня повышевался так еще один процесс которым я занималась на этой неделе это миробилие рождественское украшение у меня появилась схема в саге мне помогли девочки в контакте наладить эту схему что-то у меня с ней произошло поменялся может формат она не открывалась и хорошо что девочки вот мне помогли я покажу вам что я сделала и конечно же зашла и отметила все что было вышито поэтому смотрите у меня прогресс четыре тысячи триста шестьдесят шесть крестиков вау ну конечно же это мои отметки плюс еще и повышевал повышевал около 500 крестиков прикуют ваш вал около 500 крестиков поэтому есть продвижение вот есть продвижение они пусть небольшие но тем не менее работа уже начала двигаться я думаю что нужно ей в этом году уделить хоть какое-то внимание хоть сколько-то выше да иначе она вот лежит лежит и нет нет продвижение вот но я думаю вам на контраст хорошо видно что вот здесь я вышивала вот этот участок основа здесь у меня крупно двадцать восьмой каунт соответствует 14 поэтому вышивается очень легко тем более здесь такие цветовые участки крупные большие все берешь и зашиваешь нет каких-то сложностей цвета очень классные ну эта работа действительно вот отдыхаешь и наслаждаешься процессом цветовой гаммой основа вместе все всего все очень очень нравится вот но единственного сами понимаете как всегда времени маловато процессов много ну вот по чуть-чуть хоть чуть-чуть я уже ее начала двигать повышеваю сколько будет у меня возможности она осень скорее всего у меня будут какие-то конкретные планы нужно будет что-то завершать чтобы прийти концу года с какими-то более-менее приличными итогами вот такие мои новости ставлю в конце видео может быть что-то из отпуска из моего огорода посмотрю что у меня есть сейчас смонтирую это видео и сразу выложу потому что буду также сейчас уезжать на работу и видео сейчас монтируется долго загружается на ютюбе еще и обрабатываться стал видео долго поэтому нужно уже начинать сейчас чтобы завтра вы надеюсь могли уже посмотреть это видео вот поэтому на этом все желаю хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока так мой сад огород вы просили показать я вам покажу к сожалению с огородиком у меня не все гладко получилось не все хорошо дело в том что помидоры вот эти вот красивые высокие которые вы видели видите они у меня выросли конечно хорошие с как как сам кустам но к сожалению нет зависти потому что сорт оказался не подходящий для таких условий это тепличный сорт очень высокий и в горшках он не плодоносит ну вот у меня каким-то чудом завязалось несколько помидор а все остальное не завязывается просто растет цветет и сбрасывает цветы поэтому я долго разбиралась почему что то как вот оказывается в этом проблема и будем мы раздавать эти помидоры кому-то у кого есть хоть какой-то садик посадить вот с огурцами дело получше огурцы у меня вот здесь мои кустики все съели все которые были огурцы потому что кости так понравились огурцы ну мне не нравится ну пусть и вообще конечно ходит и просто их контролирует как только что-то вырастает сразу все съедает уже зависть пошла новых огурцов и понедельник у нас будут огурцы будет свежая партия сейчас буду вам показывать они так прячут прячутся очень активно вот потом здесь очень много маленьких огурцов спускаемся здесь где-то не у меня прятались а вот смотрите вот огурчик потом вот огурчик веточка смотрите как она интересно держится и за эту палочку и вот за эту веревочку сам сам он так себе устраивает пробирается вверх видите интересно конечно наблюдать как они растут так что у нас здесь здесь тоже было много огурцов в этом кустике внизу там тоже огурчик есть а ну вот он огурчик вот они такие знаете маленькие сейчас подпрятались везде но огурцы понедельник и вторник у нас будут конечно это очень прикольно когда ты в обеденный перерыв вышел на балкон нарвал свежих огурцов сделал себе салат было бы хорошо если были бы еще и помидоры но помидоров нет а вот огурец устроился вот такой вот огурчик ну знаете несмотря на то что с помидорами у меня неудача мы получили определенный опыт разобрали что к чему какие семена что да как нужно много всего почитала разобралась и главное что мы поняли что нам понравилось это занятие в принципе здесь это возможно у нас на балконе у нас есть стройка рядом потому что и поэтому все время шумно вот и мы теперь значит обязательно будем здесь держать какие-то полезные вкусные растения не просто там цветочки да потому что цветочки цветочками а вот когда можно съесть вкусный огурец еще что-то в салат мы съели ну в принципе здесь так вот они есть они растут в понедельник и что-то будет салаты были мы все поели салаты первые первую морковку когда я была вот после девчонки залили водой на мне сгнила вот это второй посев ну вот конечно не не ахтей но ничего тоже что-то немножко подболела и она тоже была залита она у меня неделю сохла но вот растем растем какая-то морковка там ничего что-то мы сидели салат был вкусный мы его съели помидорки тут такие на ветру вообще не больно вот уже один помидор завязался вот с помидорами у него такая ситуация помидоры я уже поняла какие мне нужно покупать я уже нашла эти семена вот и все равно посажу у нас до декабря тепло поэтому будет второй этап учусь что вот такой вот опыт у меня девочки такой вот опыт помидоры они высокие крепкие но помидор нифига нет ну такая вот ситуация вот то что помидор такой огроменный прям вообще раздвоился разрушился дурки у меня нужно их отдавать отдавать будем раздавать освобождать бедра под новую партию помидор вот ну огурцы как увидите все таки более менее с ними я разобралась конечно нужно по-другому подвязать но я уже поняла как мне нужно подвязать как нужно подкармливать это такой первый опыт да мой первый опыт ну вот такой вот такой ну что на этом все так ну решила дать помидорам еще все таки какой-то шанс я провела им обрезку потому что конечно я когда отсуток упустила вот этот момент формирования не разрослись как хотели посмотрела ролики ну решила попробовать в общем как смогла сделаем обрезку вот так вот они поредели есть кое-какая зависть посмотрела по завязывались какие-то маленькие помидорчики вот ну не знаю попробуем еще дам я им шанс попробуем огурцы тоже я по переподвязывала вот так вот огурцы мы им тут сделали вот такую вот конструкцию чтобы они здесь себе плелись огурчики вот так вот здесь посмотрим пока конечно все огурец пристроили он тяжелый пусть там растет вот и здесь тоже вот огурец вот так вот ну посмотрим проблема здесь от кондиционеров от них очень жарко от этих вентиляторов поэтому место меньше в общем вот такая у меня здесь история с моим садом огурцы и помидоры вот так Продолжение следует...